что я предлагаю сейчас сделать когда мы играем по двадцатому веку или даже потом конце концу девятнадцатого века один из самых популярных персонажей вот в западном кинематографе и так далее всегда когда мы говорим о полит-экзотике романтики так далее это археолог индиана джонс поспите достаточно какая-то ну а у меня в первую очередь ассоциации помните белое солнце пустыни стоит агула говорит ехали тот самый гарем бабы мои где там выходит это мужик сам говорит никого не видел ты кто такой я это археолог лебедев где-то здесь должен быть подземный ход короче говоря это такой персонаж который на самом деле сплошь и рядом может появиться как достаточно энергичные скатеретивные действующие фигура на играх и традиционная вот я честно говоря редко слышу когда такая фигура возникает а чаще часто возникает фигура врач разведчик таскать и так далее вот индиана джонс показывает походим к археологии имеет такое отношение как и шлиман то есть никакого науки археологии так вот но тем не менее это очень любопытный вариант найти себе занятия применения и простроить личную легенду то что здесь как раз с материалом все понятно если с разведчиком но честно говоря мне очень трудно представить себе что там может быть два штирлица или два николая кузнецова николай курицов был просто уникум он был такой один любой другой человек который пытался сделать то же самое был бы немедленно раскрыт и уничтожен поэтому в правдоподобие 2 николая курицу берется слабо а вот какого-то археолога которого застрелила гулатом по ходу пьесу вполне себе может повериться вот сейчас мы попробуем я предлагаю следующее для начала я в двух словах расскажу чем занимается археологи на самом деле они джонс вот где-то наверно в течение получаса а потом мы сделаем выбор или мы ну собственно вот если здесь ничего не получится то это не беда у нас есть таскать маркеры и белая простыня а вот как в самом фильме про сне синематограф и потом либо я буду отвечать на ваши вопросы и какие-то нюансы раскрывать интересный вам или же мы немножко поиграем непонятно то ли то ли ноут не хочет выдавать сигнал ну он делал это в общем и проблем не на проекте ну смотри на самом деле по ситуации потому что можно принести другой ноут если он есть разные варианты ну это не важно значит значит и так а а либо же вот мы немножко поиграем либо я продолжу трындить с чего хотелось бы начать что такое археология грубо говоря это история с лопатой я грешен да внизу тоже я археолог с девяносто пятого года поэтому процесс я знаю немножко изнутри сколько уже пять-шесть данных отчетов я так сказать археологии и поэтому попробую говорить об этом так как если вы ничего об этом раньше не слышали заходите пожалуйста если вдруг вы что-то банально успешите не падайте в опоры это нормально ура сильный добра победили проклятый искусственный интеллект да ну а со временем там что-то произойдет наверное да тогда возможно нам даже не понадобится а нужно дублировать экрана дублировать не получается только расширить да словом сейчас подожди я просто включу эту чертову презенташечку да и ты скажешь так сказать жить будет или нет так 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 должно быть слово археология наверно да 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 сейчас или заклад наверное это слово да здесь это 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 явный какой-то какая-то педевка по типу девка должна здесь это точно да здесь точно она называется как несложно догадаться она называется так как она называется и так вроде бы дело пошло сейчас сейчас мы дожмем заметную кнопочку и так плохо и плохо знаете до наших механику чудо да да механику чудо что так итак есть вот пробел уже такой нибудь или кнопочки на этом или самую большую кнопку какой-то покажу продолжить пока с вами да так вот стрелочки вверх-низ ура какая красота не важно сейчас мы сейчас мы что-то сделаем спасибо итак начнем мы наверное с банального да снизу слева сейчас попробуем не очень она хочет работать ну ладно итак короче говоря археология это история с лопатией почему собственно говоря это как востребовано а скажу я вам маленькая справка в россии есть два научных фонда которые выдают бабки на исследования в гуманитарной области это рнф российский научный фонд и рфф российский фонд фундаментальных исследований это вам знать совершенно не за чем это просто для иллюстрации так вот почти 60 процентов всех грантов которые выдаются по разделу исследования в истории порно таскать отделу история даются артеолог почему потому что они постоянно добывает новые исторические источники любое исследование прошлого строится на изучение следов прошлого которые называются грамотно исторические источники это любое изделие любой артефакт сделанный человеком либо испытавший его воздействие с другой если человек выкопал яму он не создал ничего никого артефакта нет но есть некое воздействие на природу которая он призвал не буду сейчас подробно углубляться в памяти исторического источника сейчас неважно а важно то что письменные исторические источники архивы вещевой материал который сохранился в музеях частных коллекциях и так далее там с поздней античности до нашего времени переходя из рук руки куда бедно изучен если раньше грубо говоря историки как во времена великих географических открытий открывали континенты потом целые страны потом не знаю новые реки и хребты и так далее то сейчас они пытаются объяснить опять таки переводя на таскать язык великих географических открытий а до америке плыть там 24 дня или 23 с половиной или там от устья до истока он там не знаю сто пятьсот километров или сто пятьсот один с половиной поэтому любой новый открытый источник это очень круто очень кому то практически во всех остальных сферах это было невозможно и вот в последнее время три огромных таких блока источников постоянно меняют наше представление о прошлом первое это лингвистика и весь двадцатый век прошел под попытки скрестить уже с ежом то есть исторические или и лингвистические исследования и казалось что это очень круто сейчас ясно что это не очень круто то есть есть масса сложностей связанных с этим вот так вот а второй это антропология то есть да наша понятина антропология российская так сказать исходно-посходная она не соответствует западной западном понимании антропологии это археология этнография немножко история нашем понимании это изучение человека ну прежде всего его таскать тело останковские ряда косточек таскать гробиков все что все все что вот а и возможность секвенировать геном человеческий о чем говорил руст вчера это колоссальный совершенно прорыв который позволяет что-то по-новому взглянуть на на исторические исследования если раньше мы находили там руины храма и там несчастного жреца не знаю с дырном груди то мы дырно аккуратно вытаскивали изучали фотографировали облизывали все так сказать руины храма тоже каждую монетку там и все такое а а кости мы их описывали конечно фотографировали сдавали в музей возможно ну а как правило выкидывали да у нас номер русской традиции хранить их было с православными обрядами то сказать и всем таки теперь мы над этими косточками трясемся больше чем над монетками и так далее потому что этих косточек можно вытащить что он ел значит и как он жил с кем он жил извините кем он приходил с родственниками с кирпичом своего родственника другого парня которого нашли вот в противоположном канатаска канцероскопа и так далее по его зубам можно выяснить а в зубах находится днк во первых очень хорошо во вторых сами зубы по их стертости т 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 видны рацион человек и так и так далее чем он болел от чего он умер это скрипю миллион именно от от дырна или может быть он уже давно был мертвая это просто в один-другая сна телом все все это нам сейчас горит антропология и третье это те предметы которые по-прежнему археологи извлекают из земли это такая традиционная археология и она сейчас по-прежнему очень так сказать хороша почему так сказать нужна лопатка человек живет и гадит как пелась в песне вели дракена таскать я хожу и гашу вот он поставил что-то выкидывает постоянно что-то засыпает насыпает дом разрушил куда выкинул мусора и так далее и там где он находится пребывает в силу в силу в силу того что он постоянно мусорит и заходите пожалуйста только осторожно не по поводу вот вот именно это лучше пообещать и это сильно видно если он промусорил на этом месте лет 200 и второе поскольку он мусорит том числе органикой и другими приятными вещами типа таскать угольков и тогда да это очень сильно увеличивает скорость перерабатывания всего этого гумус и вот там сказать растительность намного гуще там там где где человек живет по окраинам особенно вот город сожли на этом месте трава просто нам не и человеческий в результате почва на этом месте начать расти намного быстрее чем на всех остальных а а если даже это и более или менее таскать выравнивается не нивелируется со временем так тысячелетия прошли тем не менее все равно на месте где долго жил человек стремительно растет культурный слой так называемый то есть это слой почвы грунта затронутый антропогена деятельностью деятельностью человек и там где человек живет там тысячелетия там этот культурный слой может быть и метр и 4 метра и 10 метров и вот раскопы старинных древних городах рима москвы афин не знаю там парижа и так далее они невероятные глубины там просто краю подходишь в новгороде великом если будете там раскопки ведутся постоянно посмотрите какой там глубины раскоп и поэтому чтобы что-то оттуда достать нужно копать вот вот собственно чем так занимаются эти прекрасные люди есть три очень важных момента которые связаны с действительностью археологов но первый он очевидный считается что археологи ищут что-то ценное это неправильно а потому что любая находка чего-то особенно ценного влечет за собой огромное количество геморроя то есть это все нужно очень тщательно описать зафиксировать сдать маленький нюанс музея сейчас археологические находки старается не брать причина очень простая до поза следующего года то есть через один падает флажок переведение всех музейных экспонатов в электронный формат понятно что я говорю да то есть каждую фигню которая лежит в музее нужно не просто описать и карточку ее в электронном виде заполнить специальной программе программа написано слава богу же не сфотографировать ее со всех таскать мест и тогда развесить там измерить и все такое вот и представьте себе что в 50 60-х годах в россии макушке в советском союзе статус музея зависел от богатства его коллекции и поэтому например в сами на сторожевском музее просто археологи получили команду все что они вытаскивают из земли самую дрянь которые только нашли только чтобы она не прям сразу рассыпалась в прах тащить музей и описывать но все кусочки керамики все то что грузовиками выводится в отвал таскать и мастер этим улице чтобы машине проще было проехать просто там про большим раскопом все это тащили в музей и сейчас там просто вешаются ребята и берут на ставки за хорошие деньги людей чтобы с утра до вечера каждый черепок мать его выкинуть давно его ни о чем не говорит но но выкинуть его невозможно потому что это таскать но понятно как все смотрели фильм чародей горит а как принятие да как экспонаты это списывать как будем как пришедшие в негодность так вот сейчас это практически невозможно то есть там это от и акты проверки почему у вас сто пятьсот черепков расцепились прахта сказать от одного взгляда директора и так далее в результате сейчас музей просто играть ребята вот нет пожалуйста я напомню более двух третей бабок выделяется именно на археологические исследования понятно что археологи почти все что не находят тащит музей ценного и вот этот круг бесконечен сейчас вот до президента дошла речь и путин в прошлом году сказал ребята но построите вы им там сто пятьсот ангаров отапливаемых пусть они там хранят но он не понимает что ангар нужно построить где-то это центр города это нужно найти землю таскать на окраине его не построишь один дурак не поет туда лаборантом работать след за там три тысячи месяца тайна то есть это 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 целая история и и поэтому находки так сказать ценных вещей это приятный бонус конечно по таким находкам пишутся статьи там 5 10 но золотая она не золотая она никого не интересует вот интересует что она может сказать для науки вот и вот это будет сказать об этом через пару 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 секунд первый первый миф так у что археологи непременно ищут золото поэтому когда вот мы работаем краснодарской краю на российской археологической экспедиции любой человек который приходит к нам на раскопу тут просто любой каждый первый ведь ребята вы не там копаете я вам расскажу где да вот там вот лежит золотой конь особенно любит они имеют не смысле я хотел сказать сотрудники правоохранительных органов вот у них у каждого есть металл детектор это запрещено законом а я не вот тем не менее каждый из них подходит ребята вы не там копаете я вам покажу где он просто золото вот конечно там золото нет ну даже если было бы туда не рванули так вот короче короче говоря что археологов интересует археологов интересует еще то что это может дать для науки причем а сейчас современные методы позволяют по куску простите раз боги дима вытащенному из раскопа а такое доставали в невероятных количествах особенно от средневековья сказать массу интересной информации намного больше чем до золотая монета потому что если этих золотых монет тоже находились то 500 штук еще одна золотая монета этого чекана просто ни о чем не скажет а вот кусок дерьма скажем а в смысле она очень неплохо сохраняется в консервированном виде вот значит 16 17 век на манеже мая таскет работали и за дерьмо от прям сертир 17 я когда это вы или почву да да что там что там изучают какие бактерии там какие вещества таскет днк человеческое сохраняется в дерьме чего там чего только нет в качестве бонуса в самом на самом дне нашли две шахматные фигурки до сих пор гадает какую-то попали были разные версии потому что они играли там шахматы это как на соседних качках я вижу ничего не проглотил парочку и так далее может съемки сам с собой там играл но это неважно да суть суть в этом что по куску дерьма проще может быть больше чем по куску золота бывает так вот значит следующий немаловажный миф есть прекрасная серия гильдийских таких таскать картинок они переведены все на русский язык там штук уже 14 по моему до разглядывать их можно сколько угодно просто можно вот набрать вот это вот слово и всех их подробнейшим рассмотреть какие по-французски и по-русски но суть это сказать второго мифа в том что археологи главные их задачи это найти какие-то невероятные паскать объекты сразу сразу могу сказать сейчас в мире очень вот как индиан джонс там какие-то там что-то такое какое-то дерьмо там тоже искал там все это взрывалось то сказать нацистские преступники там улетали в вальгаллу и все такое в последнее время в общем-то практически не осталось таких крупных объектов которые вот могут быть найдены и еще не найдены дело 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 в том что либо это какие-то джунгли которые скрывают так сказать это вообще трудно трудно что-то найти или это какие-то горы но в общем-то наш брат археолог с разведками обошел весь мир практически вот британские археологи хорошо поработали спасибо ребятам и так далее немецкие археологи работали вообще офигенно у меня друг значит работал в прибалтике и курган местных куршей каких-то там перекоп а что такое перекоп сейчас я я объясню короче этот курган уже кто-то копал а да ну явный перекоп вот но курган абсолютно правильной формы оплывший все такое значит никаких вещей там еще нет тын-тын-тын железный ящичек открывает там металлическая табличка по-немецки написано исследовано общем аннерги 1930 какой-то шестой год значит офицера с такой-то значит профессор научный археолог такой-то рекультивирована в полном соответствии с первоначальной формой там через два месяца и то же самое офицера с такой-то вот ребята работали невероятно качественно вот так вот и наш брат археолог исходил с разведками на практически всю территорию россии а вот что сейчас куда больше интересует это новые возможности новые методы которые так сказать открываются последнее время и бывают ситуации когда археологи лезут в старый раскоп и его заново открывают и так сказать потому что источник да потому что методика исследования снилось до такой степени что значит нашим предкам еще это сказать археологом там скажем начало 20 века даже не снилось это вот банальный пример под городом на в российском с прекрасным там есть такой римский форт где-то там 2 века нашей эры и его раскопала в 60-х годах легендарный археолог анайка именем ее названа улица между прочим у нас всего 4 улице в россии названными именами археологов вот и нас привозят туда говорят ребята нужно копать мы говорим все он уже раскопан гитая а на чем стоит этот форт ну в смысле там что уже материковая почва и человечки судов нет деятельности или что и мы вперед хотя там вот такой слой щебня там сошел оползень задолго до того как там был построен римский форт и вот такой слой щебня мы пробили этот щебень а там соответственно дальше культурный слой продолжается еще метра на полтора и вот если пришественников наших интересовала монументальная римская архитектура то значит ребят которые вместе с нами там лазали интересовало какие-то там косточки и такие фигосточки и так далее потому что все это все 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 это стоит на пришествующем слоге из музеев очень часто вещи опять археологи берут и живут в работу многое уточняют пересматривать и так далее то есть постоянно обновляется методика а а а третье мифе мы скажем так чуть чуть позже сейчас о методике как как работает археолог вот в принципе вы видите перед собой типичный раскопку червяки ползают а почему он такой вообще что что археологи делают они резонно предполагают что если кем-то что-то было закопано помните это не захопано азара и так вот и вообще все это заросло тоскать наслоениями и так далее то если мы это все раскопаем прямо тупо раскопаем то мы скорее всего это все не восстановим никогда раскапывая какие-то древние поселения погребения и уничтожаем то что раскапывает и больше мы никогда это этого не вернём то есть мы практически как варвары берем и уничтожаем кусок очень важного таскать исторического источника вернее комплекса источника что нет не уничтожать мы не можем к сожалению у нас есть не разрушающие методы я об этом сейчас скажу но к сожалению по большей части приходится вот и поэтому наша задача сохранить максимальное количество информации поэтому раскоп строго прямоугольный то есть все мы прямые стенки совершенно вертикально ответственная поверхность раскопа нижняя зачищена максимально ровно все что мы находим мы обязательно фиксируем и фиксируем в 3d понятно то есть на какой глубине на каком расстоянии и так далее для чего чтобы когда всю эту полевую документацию сводят в воене и заводит компьютер у нас получилось быть 3d модель этого пуска пирога нет картероскопа это 2d то есть это ли лучше это ведь сверху а 3d это не только на каком расстоянии от какого угла раскопаны хотим высота но и высота совершенно верно а как мы считаем высоту одни от нынешнего уровня моря который постоянно меняется но тем менее очень четко отслеживают вот и а вот этого уровня моря мы привязываемся к какой-то точке номер 3 от реанграционная вышка или угол какого-то здания большого воздушных по не знаю там кремля паскать и так далее и дальше с помощью специальной аппаратуры мы а привязавшись какому-то конкретному очень важному таскать месту который можно суру не море сравнить мы делаем такую реперную точку и то есть это любой пол металлический и и и и так далее который мы соответственно с помощью аппаратуры сравниваем уже с пример с точкой нашей привязки с углом кремля а потом все точки которые мы на нашем расходе отмечаем мы сопоставляем с верхней точкой этого кола то есть таким образом когда мы завершаем эту работу у нас получается карта высот всех вещей предметов поверхности изначально ироскопа вы днище которой получилось в результате и так далее каждой находке привязаны к уровню моря это сейчас идет разговор о конкретном том пуске который мы вырезали да мы мы вырезали такую и построили его прямоугольную хрень в земле и мы полностью его модель восстановили и теперь даже хотя его нет физически уже но он есть у нас компьютере или там не знаю на бумажных распечатках вот так вот а это первое второе вот вы видите здесь сейчас я прям буду туда-сюда мотать и я все время забываю что мы опять нужно не там вот вам прекрасный пример стенки раскопа поскольку культурный слой нарастал последовательно то каждый новый слой пришел нужен построил дом дом сгорел пришел другой мужик а потом все мужики ушли пришел какой-то скотовод который выкопал там яму помойную и все дерьмо он накидал и она прорезала все эти слои и так далее вот все эти события которые происходили с этим местом они в виде последовательно сменяющих другую слоев очень хорошо видны в стенках раскопа вот это вот последовательность этих слоев называется стратеграфии так вот мы смотрим на 3d схему этой ерунды смотрим последовательность залегания слоев и а нам становится понятно во первых все найденные вещи на какой глубине и в каком слое они лежат то есть какая из них захоронена раньше какая за таскать по поводу а позже и так далее мы представляем себе на каком расстоянии они друг 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 от друга найдены и так далее и вот с этим материалом уже работаем есть несколько таких этапов есть полевой этап есть лабораторный вот сейчас мы вернемся вот чем-то спать занимаются археологи после окончания раскопок значит собирают из кусочков какие-то горшки результаты своих раскопок представляют на конференциях молодцы ребята день закончился вы сделали собрали хорошую работу будете сегодня на конгрессе это отлично встречаемся вечером собственно кто да потому что понятно что в раскопе все и и и короче говоря значит вот этот материал полученный мы изучаем и составляем некое представление о том что происходило с этим местом но вместо как таковой нас интересует не очень сильно а вот третий мир это о том что археологи так сказать вообще копают везде где только вот человек побывал нет конечно в идеале было бы чтобы археологи раскопали все но не дай бог они это сделал почему потому что сын выше методы исследований постоянно совершенствуют и через 20 лет мы будем иметь возможность намного лучше изучить это же более совершенными методами да но если это будет раскопано то мы просто и пойдем вот поэтому больше половины территории помпеи пропали все слышали законсервированы до того момента когда методы археологических исследований стало слишком намного более современными чем сейчас консервируем написано что там какие технологии желательно чтобы его есть как следует изучить задача поставлена так поскольку это уникальный памятник первого мирового значения то пока моего лет 200 точно не трогай это как минимум а может быть и больше вот я могу сказать почему это произошло потому что вот мы все серверу я нашу нашу страну в нашу науку наших ученых нашу президентов господи может быть итальянцы прекрасные когда в начале двадцатого века раскопали там в этих помпеях уникальную бронзовую колесницу квадрику сохранившуюся вот такой вот знаете что они сделали с ней знаете что сделали из этого сплава слышал статую бюст местного короля гребись на сто раз и вот подобных примеров варварского абсолютное отношение до привести массу и поэтому когда кто-то радостный гриста вот давайте мы все раскопаем а вы уверены что это нужно если и поэтому археологи копают трех случаев первый случай когда стопроцентно этот памятник пострадает и археологи не копают вообще грунт они копают какой-то археологический памятник то есть они уже заранее предполагая что это окончательно это выясняю в процессе конечно предполагают что это погребение у них есть четкая классификация город деревня святилище какой-то сельскохозяйственный объект вот все это дорога элементы инфраструктуры все это отдельный объект и желательно его раскапывать в комплексе и поэтому археологи маленькими раскопами работают только на разведках до выясняют что это такое сколько ему лет что-то вообще можно найти и каких размеров должен быть нормальный раскоп поэтому раскопы как правило здоровенные потому что понятно сколько занимает деревня или сколько занимает большой курган между прочим до 30 метров высотой и до 100 метров в диаметре бывает так вот их очень бульдозерами сносит и это нормально так и надо делать вот ты куда очередь миф об археологах к главе лично пришел в раскопном удали какой-то этот самый значит у меня в на базе нашей в кабинете висит это бы эта большая фотография я хотел не подпись приделать владимир так только извините в одном месте ковыряют вот вам лопатный кирка так вот на самом деле конечно значительную часть культурного слоя археологи сносит просто вот так вот и или вообще бульдозер подъезжает там и все что до интересующего нас времени просто срывает нафиг потому что если мы будем делать вот так вот мы будем копать ну примерно там понятно действие шлифа да и даже к археолога с этим самым найдут там те самые уже дорогие потомки поэтому поэтому копают памятниками в этом памятнике стараются найти какой-то закрытый комплекс то есть либо сказать могилу в которой никто не лазил еще либо подвал дома обрушився тоже до которого никто не докопался выше там все на своих местах там все так как она была вот тогда когда это случилось вот а и собственно говоря так сказать если археолог будет копать в каждом так сказать любом месте он конечно не ничего не сделать он не поймет что что перед ним нас к чем он имеет дело а вот когда он копает францерный комплекс он уже понимает а вот это вот этот угол дома этот угол дома значит третий а где четвертый ну по логике он должен где-то здесь а черт несет вот вот или вот курганы где-то тут даже должно быть захоронение они готовят пушку что они будут делать и собираются стрелять по кому по нам понятно есть есть определенные закономерности определенной логикой в этих исследований вот и естественно что если вдруг этот памятник под угрозой то есть мир там собирается строить дорогу там там или или там собираются строить новый дом или там черные археологи просто как мы в подмосковье выжигают на яхтами так и не смели ничего сделать потому что да люди просто приходили со стволами двое сидели там двое копали ничего не нашли вот с местными ментами после этого не на ножах там и все такое но вот они тупо были уверены что здесь вот где-то точный клад есть они конечно не очень здоровые люди на голову формальной логике и в школе не учили так вот а откуда в убогом городишке там какие-то какой-то золото ну как так вот да там же сказать люди вот ходили в лаптях на скоти ели деревянной ложкой да да значит что там делать золото так вот и до слоты нового золотые да ну откуда это просто просто технически это ценность за что за за нога северного оленя туда в итоге приборею повезут эликсир молодости где он пожалуйста нам хотя бы таскать пол литра вот короче короче говоря или если я таскать памятник находится под угрозой это так охранные раскопки самый крупный отдел в институте археологии это отдел охранных раскопок вот второй момент если этот памятник действительно интересен с научной точки зрения то есть мы реально получим новые данные о так сказать каком-то так сказать ну что-то нового узнаем и третье если это какой-то типовой хрестоматийный классический памятник который подтвердит либо провернет наши сведения но нет уже новое то есть вот то что раскопали какие-то там курганы вятичей или кривичей там подмосковные 150 лет назад и все уже вроде бы во все учебники все это попало все это точно знают там и так далее а вот мы раскопаем еще там тысячи первый такой курган но уже с применением современных технологий опять-таки мы узнаем что-то новое вот грубо 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 в этих в этих случаях археологи берут руки лопату а во всех остальных случаях они стараются а это все сейчас я доберусь до любопытного такого местечка так листайся пожалуйста нет нет а вот и так у нас есть время вот вам просто примеры как мы изучаем то что в земле эта штука называется геомагнитная результаты геомагнитной съемки кой нашим живым коллегам с ним приборчиком масляный магнитометр на трех ножках такая хрень круглая и компьютер вот она прошла по вершинке такого платонии большого на котором должна была быть крепость вот вы видите результаты совершенно верно вот эта стена здесь плохо видно вот это четырех угольная какой на нижней правой фотки вот это масштаб большой большой конечно там несколько гектаров вот стена четырехугольное здание это камушки с него сыпавшиеся и все такое был пожар все это нам обмытилась мы туда лопату не воткнули получив эту картинку понятно наоборот мы пошли и прицельно раскопаем это прямоугольное здание то что мы точно знали не только где она находится но где находится каждый угол понятно как она устроена внутри и так далее вот вам 3d модель этой горки сделана она вот этим прекрасными людьми с помощью тахиометра то сказать и такой там квадрокоптеров и так далее и по рельефу и особенно по микро рельефу даже то что не видно невооруженным глазом и археолог никогда не скажешь или здесь нужно копать а нам говорит специалист из мини-гарик на скате он говорит вы здесь пропустили курганчик вот он да вы на нем стоите где это на на полном серьезе была ситуация и знаменитие семебратнее городище когда вы стояли на башне прямо физически на не стояли и тупо спрашивали где а где она чистое поле без башни на море да мы стоим на эти башни и не понимаем то что там перепад по-моему это всем сантиметров что ли ты еще правка точно зрительно не виден а с помощью аэрофотосъемки и 3d моделирования этого участка он виден великолепно причем контуры его и все такое понятно где у них центр вот такими методами действуют археологи что еще не собирает подъемный материал почему так ценны монеты я если если успею скажу вот вам пожалуйста искать этот самый там ключик стеклянной монетка этом кусок амфоры ручки и так далее и по этой подъемные поэтому подъемного материала который размыли ручьи там не знаю кроты и вытолкали какой-нибудь так сказать реновация москвы а реновация москвы неважно так сказать какой цыганин в кпл не знаю хит вредоносный и все все это в принципе может нам дать определенное представление о том чем мы имеем дело и этот типовой скотомогильник там тысяча тридцатых годов лучше вообще не лезть да а кругом поставить таблички и бетонный забор с надписью или же это какой-нибудь античный храм там или что-то еще сказать это все можно есть целый комплекс нервы не разрушающих методов в таскать археологии короче если можно не копать мне копать вот еще даскать пару таких любопытных вещей ну хорошо вот мы раскопали мы что-то нашли а а что это нам дает вот у археологов есть две процедуры важные это датировка и атрибуция по-русски говоря когда это было сделано или подверглась изменениям каким-то и второе а что это такое то есть отнесение неизвестного класса известных вещей что касается датировки но далеко ходить не надо вот мы нашли несколько предметов что мы делаем мы сравниваем их уже известными нам и если допустим такой же стеклянный такой вот кувшинчик маленький найден в захоронении нетронутом скажем 5 века поскольку мода на такие кувшинчики как нам известно уже менялась каждые там 20-30 лет то этот кувшинчик практически вот вот такой стопроцентно это время монета еще веселее почему археологи так любят собирать монеты почему не так не любят черных археолог подраздноваться тем же самым что сделает черный археолог с монеты он ее либо кого-то в карман и потом выкидывает это сплошь и рядом или он ее в частную коллекцию куда-нибудь коррогированную такую сине-зеленую монетку куда-нибудь засовывает или кидает ее в какую-нибудь суперкислоту которая разъедает там все нахрен или несет продавать это лучший вариант может быть рукой купить нормальный человек печень с ней сделать например музей так вот но то чтобы именно здесь вот на этом месте или в этом расходе нашли эту монетку на такой глубине в этом слое очень хорошо потому что великолепный датирующий материал каждый заслуживающий себя таскать индюк таскать который правит этим государством человек просто за долгом запечатлеть свою рожу на этой монетке а поскольку мы знаем всех этих индюков мы можем примерно сказать когда мне кучу а еще 6 год там напишет это вообще замечать и сейчас у нас сначала они были вот извините за тюремный термин опущенные с крылышками вот а сейчас не такие все да вот мы смотрим даже если там даты нет я уже понимаю что вот это произошло вот тогда там вот датировка как еще датировать есть несколько хороших а это датировка по радиоуглерода вам наверно рассказывали что пока все живое живет она накапливает c14 эзотоп углерода умирает эзотоп начинает разлагаться знает какой скоростью разлагается мы берем единицу массы органики уголек косточку все что угодно запихиваем сложный прибор нужный прибор нам говорит с разницей примерно в 60 лет какого времени этот предмет главное чтобы он был органический да можно а берут подвергаются только то что живое было да только то что живое все не живое не накоплен так вот это вот первое вы видите как раз эти калиброванные даты так называемые радиоуглеродного анализа то есть если это было очень давно там погрешность да там тысячи может быть и полутора лет если ты была там тысячи две назад лет то это не очень далекая вот смотрите вот вам вам вопроса 36 950 лет назад плюс минус 858 лет прибор довольно четко говорить для ну понятно что 858 лет это дофига но к 36 тысяч лет это не это не это не такой уж большой разброс второй способ это так называемые да это знаменитый памятник костюмки памятник палеолитов на территории россии один из уникальных вот вверху вы вы видите спил дерево так называют дендро хронология дерево растет летом и не растет зимой везде где есть смена сезонная смена таскать времен года мы можем посчитать сколько лет дереву но мы можем еще сделать другое каждая полоска дорогу меня две полоски тебе именно нет я вруну каждые две полоски это один год если полоски тоненькие годов и новый для дерева если широкие суперский так вот сочетание хреновых и отличный уникальная то есть каждые 10 там или 20 лет как отпечатки пальцев женщина открылась не знаю ну видимо женщина посмотрел на одно и на другое так вот в результате мы можем спиливку 500 лет не получить такую шкалу и любое дерево которые мы найдем в раскопе сделать спил и даже если если он сгорело это не мешает и сравнить с этим дубом и сказать в каком году его срубили а если мы найдем какой-нибудь дерево аналогичного дуба спил они сохраняются в условиях типа северо-запад руси очень очень хорошо мы получим еще более длительную шкалу и вот сейчас во всех уважающих себя государством сезонной сменой климата японии россии дании там германии так далее есть шкала на тысячу лет это про датировку про атрибуцию вот еще раз это отнесение к классу знакомых вещей что мы можем узнать ну вот например мы находим там косточку вот руст говорил про денисовцев неандертальцев так далее кто был короче вместе с нами на планете жили несколько разумных видов людей но не нас да они немножко умерли но остались в нашем генале значит в нашем геноме от 5 до 20 процентов то есть на вот говорят австралоиды на 2 1 1 1 5 не сапиенс и а денисовцы но это неважно вот мы нашли в денисовой пещере вот этот вот самый кончик пальчиком во-первых мы вытащили из него геном и сказали что не сапиенс это денисовец во вторых мы его датировали понятно и в третьих мы должны сказать про пальчик да пальчик хорошо а о чем он говорит и вот главный вопрос атрибуции про что это это о чем это говорит в частности вот этот пальчик говорит о том что лапки денисов в том числе ручки они любят ручки денисовцы были такими же как наши у неандертальцев они намного более массивные еще одна прекрасная так сказать версия это реконструкции по черепу вот увидите великолепного неандертальского мальчика которого примерно так он и выглядел мама моего узнала но к сожалению номер вот видите что от него осталось так вот поскольку эта технология многократно опробована нашими органами правоохранительными выясняя какого именно бизнесмена в этом песчаном карьере закопали в девяносто там втором году к тому времени конечно от него остался только череп вот реконструируют это уже какие-то делает раньше делал герасимов его лаборатория сейчас сидят и делает камеру и что самое показывает роднее город это ваш убитарку пожалуйста поскольку это верно для там 30 лет для 30 тысяч лет абсолютно так вот по днк можно определить цвет глаз волос кожи и так далее и много другого хорошего дела сейчас я вам покажу парка же больше антропологии да это больше антропология сейчас по вот пожалуйста вам что что я в лаборатории герасимов сработало вот что было вот что стало а это уже европейцы вот вот это прекрасная девочка она не не в садись вообще она наполовину денисовка наполовину не антропология мои студенты постоянно в нее знают какую-то модную певицу современную значит не знаю какую вот а сейчас да да очень очень милая девочка очень-очень ее жалко все время она была просто 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 красотки вот какой парк насчет вот просто вам варианты памятников с захоронения про курганы говорил вот потом вам классический за закрытый комплекс что в пирамиде захоронения что в кургане неважно его раз и навсегда закопали и все вот мы находим в этом прекрасном кургане скажем какой горшок а что это ну понятно горшок а причем использовался ну наверное там а горшок может использовать в массе таскать варианты например в прокрыть слышали крест насчет минойская цивилизация вот там нашли топор лабрис обью лесбиянки любят носить на его извините так вот а что им делали проверили он совершенно не функционален видимо ритуальная какая-то штука вот или вот еще там значит нашли какой-нибудь доспех и пишет англичане а вот мы типа пробивали нашу long long bow это французское дерьмо там с двухсот шагов там прям насквозь ну понятно поставили доспех сделал long bow сделать не проблема сто пятьсот стрел и вперед есть прекрасный ролик на ютюбе англичане снимали да что происходит со стрелой когда нападает доспех ну ничего не остается стрелы а доспех как был так и есть так сейчас секунду да человек очень много делает всяких вещей и вот вещи типа подметки сапога там не знаю топора гвоздя и так далее это понятные вещи они прекрасно себе вот так сказать себя себя чувствуют и их можно без труда интерпретировать я вот что что сложные и интерпретировать а очень сложно интерпретировать то что передает какие-то художественные образы то есть грубо говоря произведение предметы культуры есть у археологов такой такой прикол что это такое хрен знает давай запишем ритуальный объект вот да это правда вот я не шучу в херсонесе таблической в лет десять назад раскопали фалламитатор а античный мраморный вот со всеми таскать это не не ватив ну то есть приношение за ха за хорошую эрекцию извините в храм там какой-нибудь афродиты вот это именно так сказать рабочий инструмент рабочий инструмент так вот в музее лежит предмет ритуального назначен предмет непонятного назначения положительно ритуального ну мы не написали что это такое на самом деле ты код и вот таких вот вещах постоянно археологи мучаются вот да вот этот классический бизон найденный на зарайской стоянке подмосковье на это брянская девочка богиня плодородие и материнство а вот это вот это между прочим а обломанная статутка пещерного льва который этот по по всем тем самым демотиватором уже успела пролететь вот ее сделали не люди если денисовцы они они и неандертальцы и денисовцы такие же совершенно как мы только не мы совсем вот у них и искусство там и религии все у них было так вот очень и жалко вот так вот это это пещерный лев была голова таскать и переднего приполыли заднего хвостов у них не было отродясь что хотел сказать этим древний автор хрен знает то ли это просто для красоты то ли это магия то ли это учебная какая-то вещь то ли все вместе и вот здесь вот пролегает ключевая граница до 30 секунд вот пролегает ключевая граница между работой археологов и работы историков почему то что работа археолога прежде всего найти и зафиксировать описать получить данные а работа историка это интерпретация а что это такое о чем это говорит и так далее и вот периодически конечно мы выступаем в роли тех и других но так сказать тем не менее так ну вот коллеги я прошу включаю свет да мы естественно ничего не успели потому что очень долго возили с техникой вопросы давайте в кулуарах сейчас вот мы просто сытом цикл выйдем выйдет в коридор и я вам не случайно я хотел делать спасибо по моему минута-минута мы будем